Ну ладно, хорошего помаленьку и мы возвращаемся к концепциям объектно-ориентированного программирования. И в сегодняшнем видео мы познакомимся с наследованием. При наследовании один тип данных может перенимать возможности другого типа. Это позволяет нам повторно использовать уже написанный код, без всяких переписываний его по 10 тысяч раз, что неубически сокращает размер кода и время разработки. Благодаря наследованию мы на галере вместо работы сможем тратить больше времени на то, чтобы сидеть на пикабушечке или дваче. Во-вторых, наследование позволяет выстроить крутую архитектуру схожих классов. В-третьих, наследование открывает дорогу к третьей концепции ООП – полиморфизму. Ну и общая идея наследования – так сказать, реализовывать систему классов, идя от чего-то более абстрактного к более конкретному, постепенно наращивая функциональность. Если вам сейчас что-то непонятно, не пугайтесь. Дальше мы еще будем прояснять все эти моменты. А теперь давайте перейдем к практике. Потыкаем наследование палкой, так сказать, ну или чем-нибудь еще. Унаследовать один класс от другого в C-Sharp достаточно просто. Используется вот такая вот конструкция. При создании класса указываем после двоеточия название класса, функциональность которого мы хотим перенять. И тут вводится два новых понятия – базовый и производный класс. Или родительский и дочерний, или Бэтмен и Робин, или Батя и пи***юк, или Папик и его сучка. На самом деле в профессиональной литературе я встречал еще хуйку тучу разных названий. Где-то наши локализаторы постарались, а где-то авторы просто проявили креатив. Так что не теряйтесь, если встретите какой-то другой подобный термин. Все они подразумевают одно. Ну, вроде с этим не должно быть проблем. Базовый класс, он же родительский, он же Батя, он же Бэтмен – это класс, от которого будет производиться наследование. Производный класс – АК дочерний, АК Робин, АК пи***юк – это класс, который был унаследован от базового. Ну и по традиции взглянем на парочку примеров. У нас есть класс Человек, у которого есть свойства возраст, пол, имя и метод поздороваться с бывшей. Давайте создадим второй класс, который будет называться Бузер. Ну, блин, тип данных, который будет представлять алкашей. Алкаши тоже люди, в основном по крайней мере. Поэтому мы можем просто произвести наследование от базового класса Человек, и все наши открытые методы и свойства будут доступны также из экземпляра класса Алкаша. Можем проверить это, создав экземпляр класса Алкаш. Ну, и тут я, конечно же, не мог не упомянуть своего любимого соседа, дядю Севу. И теперь мы свободно можем обращаться к свойствам и к методу приветствия бывшей. Вроде даже работает. Окей, теперь мы можем добавить немножко функциональности самому классу Алкаш. И помимо открытых членов базового класса, нам также будут доступны и свежезапиленные члены самого класса Алкаш. Да, члены Алкашей это именно то, чего не хватало этим урокам. И кстати, тут в дело вступают модификаторы доступа. Как вы помните, модификатор доступа Private делает члены класса доступными только внутри этого класса. Например, если у дяди Севы есть печень, недопустимо, чтобы ей пользовался кто-то еще. Если мы унаследуемся от класса с Private членами, то использовать их внутри дочернего класса мы не сможем. Но это не значит, что они пропадут, а то неловко бы вышло. Если бы печень дяди Севы неожиданно пропала, то его функциональность была бы нарушена. Кстати, мы вскользь говорили про модификатор доступа Protected, или если speak in Russian, то защищенный. Этот модификатор доступа делает члены класса открытыми для взаимодействия между наследниками, но при этом для внешнего взаимодействия они, как и Private члены, недоступны. Это как боярочник у дяди Севы, он его пьет сам, и если отцовское сердце растает, нальет своим потомкам, но посторонние ни капли сего нектара не получат. Наследовать более одного класса в C-Sharp мы можем только по такой вот схеме. В других ненормальных языках программирования типа C++ допустима вот такая вот фигня. Но это чревато полным пиздецом в случае, если именно методов в ваших классах совпадут, а вы ненароком не заметите этого. Поэтому от такого способа множественного наследования архитекторы языка C-Sharp отказались. Теперь же мы поговорим об операциях приведения типов. Эту тему я затрагивал, когда мы приводили одни встроенные типы к другим. InkByte, ну и все в таком духе. Поэтому, если у вас хорошая память, да и вы отработали на практике приведения встроенных типов, то должны помнить, как это делается. Если мы используем наследование типов, то мы также можем приводить одни типы к другим. К примеру, производные к базовым или наоборот. Это позволяет нам пользоваться одним крутым приемом. Рассмотрим его на примере уже созданных классов человека и алкаша. Мы можем привести экземпляр класса алкаш к типу человек следующим образом. И обращаться с дядей Севой, как с нормальным человеком. После такого приведения у нас будут доступны для взаимодействия все члены, определенные в классе человек. А все члены класса алкаш будут скрыты. Но это не значит, что они пропадут. Они все еще будут существовать, но как будто с модификатором доступа Private. Данное действие называется Абкаст. Это операция приведения конкретного типа к общему. Есть еще и обратное приведение. Называется Даункастом. Когда вы явно приводите общий тип к конкретному. Но тут нужно быть осторожным. Не каждый человек может быть алкашом. Поэтому если мы будем пытаться из нормального человека сделать алкаша, мы можем схлопотать исключение. Да-да, мы уже тысячу раз оперировали термином исключение. И я думаю вы уже подсознательно поняли, что это не означает ничего хорошего. Но в скором времени мы до него доберемся. Итак, снова к нашим птичкам. Человека приводить к алкашу разрешено только в том случае, если человек уже когда-то был алкашом. И естественно пример на вашем экране. На самом деле оперировать и производить приведение типов в ходе работы на C-Sharp приходится достаточно часто. Поэтому у нас ясен пень, есть очередная фишка, которая упрощает работу с типами. Вот эти два оператора. Первый оператор проверяет, является ли объект указанным типом. И если является, то возвращает true, иначе false. А вот подъехал и примерчик. После такой явной проверки, можно не бояться использовать способ классического приведения типа. Так как мы наверняка убедились в том, что некий объект относится к нужному нам типу. Второй оператор выполняет аж две функции. Во-первых, он также проверяет объект на соответствие типу. И во-вторых, он приводит его к этому типу. Но в случае, если вдруг объект все-таки не имеет ничего общего с указанным вами типом, вместо исключения мы получим null в результате. Обязательно рекомендуется производить проверку на null, и потом уже работать с объектом. Иначе вместо исключения несоответствий типа, мы получим другое исключение, потому что там вместо объекта может храниться null. В C Sharp 7 несколько расширили оператор is, и добавили шаблоны сопоставления. Так что есть еще один способ приведения, но он доступен вам в случае, если вы используете Visual Studio 2017. Сначала проверяется тип объекта с указанным вами. Если он соответствует, то оператор приводит тип объекта к указанному и записывает результат в переменную. В общем, это все, что пока вам нужно знать о приведении различных типов. Обязательно закрепите на практике. Сначала не совсем понятно, зачем нужны все эти апкасты и даункасты, но в дальнейшем мы еще поподробнее раскроем эту тему. Если вам не терпится поскорее узнать о них больше, смотрите на нашем канале видео интерфейсы на практике. Там этот механизм используется вовсю. И вообще, все это заиграет новыми красками, после того, как мы познакомимся с третьей концепцией ООП – полиморфизмом. Так что до следующего выпуска, друзья. А с вами был канал экстремального программирования Extreme Code. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите в нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании.